В Нижневартовске на базе одной из библиотек организовали современный культурно-образовательный центр. Всего за несколько месяцев авторам идеи удалось создать уникальные площадки для общения, самореализации и просвещения. Центр появился благодаря нацпроекту «Культура». О возможностях нового объекта наш следующий сюжет. О том, в каком плачевном состоянии была библиотека накануне капитального ремонта, сейчас можно увидеть только на архивной фотографии. За несколько месяцев здесь всё практически перестроили. Входная группа теперь остеклённая, предусмотрен пандус для маломобильных посетителей. У библиотеки новый статус – модельная. Это предполагает современный подход к организации пространства и применении новых технологий, в том числе и в книжном фонде. Например, здесь есть уникальные книги с дополненной реальностью. Не только дети, взрослые с увлечением знакомятся с представителями животного мира в 3D-формате. Мы можем узнать историю, интересные факты о представителе, которые мы с вами учились. Видите, как будто он на стол перескочил, динозаврик. В обновлённой библиотеке полностью оборудованы детские, молодёжные и взрослые залы. Предусмотрены литературное кафе и арт-студия для разнообразных мастер-классов. В зале «Дружбы народов» собраны уникальные издания на множестве языков многонациональной России. В соседнем зале для малышей предусмотрены развивающие площадки и даже местные ноу-хау. У нас есть бизи-борды, мы знаем, да, система Монте-Сори, которая позволяет детям развивать умения, навыки, моторику, мышление, память. Бизи-борд у нас есть и на стены, бизи-борд у нас есть и в виде кубиков. А самая главная достопримечательность – это наш театр кукол, который у нас уже существует 4 года. Более 20 постановок куклы. Это наше ноу-хау. Это вообще наше ноу-хау. В рамках нацпроекта «Культура» в библиотеке для читателей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены новые видео и акустические системы, интерактивный сенсорный стол для презентации, новые экраны и проекторы. Посетители могут выйти в интернет. Здесь создано очень много возможностей для саморазвития каждого жителя города, неважно какого возраста. При этом мы продумали в рамках этой модельной библиотеки для всех возрастов возможностей и уже мы знаем, что мы будем предлагать жителям города. Новый модельный формат учреждения, который обошелся городскому бюджету в 7 миллионов рублей и еще 5 добавил в федеральный центр, стал импульсом для развития всей библиотечной сети Нижневартовска. Главная задача – повысить доступность культурных услуг. Как эта библиотека выглядела до этого и, конечно, то, что мы сегодня увидели – это небо и земля. Я уверен, что вот такого наполнения библиотеки – это только начало, и мы будем продолжать дальше создавать такие же пространства на базе других наших библиотек. Официальное открытие библиотеки или, вернее, нового культурного центра состоится в ближайшую субботу. Сейчас в числе ее читателей порядка трех тысяч жителей десятых микрорайонов. Но сотрудники учреждения подчеркивают – здесь будут рады видеть любого вартовчанина, независимо от того, в какой части города он живет. Евгений Алексеенко, Ильдар Ибрагимов, Вести Егоре, Нижневартовск.